МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». 30-летний юбилей отпраздновал приход Казанского храма в поселке Навля. С праздником церковную общину поздравил митрополит Брянский-Есевский Александр. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Молодой поселок Навля был основан в начале 20-го столетия. И раньше здесь храмов не существовало. Ближайшие в районе, а это 22 храма, богоборческие времена, были разрушены. И верующим навлинцам приходилось ездить на службу за много километров в село Бобрик Камарического района или в Брянск. Православная община в поселке зародилась в 1970-х годах. Начинали еще от у бабки в Шевелевой, у хати, на Ломоносовой улице. В конце 80-х годов прошлого столетия в России стала возрождаться церковная жизнь. Открывались храмы. И вдохновленные жительницы поселка Навля Валентина Астахова и Елена Пономаренко поехали в Москву в Совет по делам религии, чтобы просить разрешения построить храм в Навле. Пособрались по троику, молящие, на дорогу нам в Москву. Такие мы богачи были, ни в кого. Собрались в Москву, приехали в Москву. Кузнецов по делам религии. Мы ехали туда. Он документы от нас принял все. И мы уехали домой. Приехали, а наши документы пришли в Михеинку. Ну, что, нужно вам церковь или нет. А он сказал, Навлинский район не имеет ни одной церкви. Нам надо обязательно церковь. 11 февраля 1989 года приходчись Казанской иконы Божией Матери был официально зарегистрирован. Настоятелем прихода был назначен священник Владимир Пенько. Место под храм было выбрано живописное. На пригорке, под которым бьют ключи. В старину женщины приходили сюда полоскать белье. Этот зеленый уголок, не тронутый человеком, одно из красивейших мест в городе. Старожилы вспоминают, что в 60-х годах 20-го века здесь было чудесное знамение. У меня была очень верующая, очень хорошая бабушка. Она была очень нешелюбивая, очень, как так сказать, молитвенца большая. И умерла она в 61-м году. И я не знала, я еще была, ну сколько мне, может, лет 12, может, была. И она не знала, до смерти своей, она пошла на этот источник. И на этом источнике она увидела женщину во всем черном. И сказала, на этом месте будет храм. И пришла эта бабушка и говорит, вы знаете, я что сегодня видела? Я видела сегодня женщину, которая вот мне вот так сказала. Она, это, наверное, монашечка, во всем черном. А я так с недумением подумала, да кто в наши времена будет строить храм? Что она сказала? Как можно в ваше время построить кому-то храм? Это же про Бога говорить нельзя было. Это еще сколько? В 60-е годы? Может, в 59-е год, наверное. В 61-м она уже умерла. А это же еще она до смерти своей сказала. И представьте, я же забыла про это. И вот когда стали говорить за эту рощу, я вдруг вспомнила, что бабушка мне сказала, что если я не доживу, а ты доживешь, ты скажи людям, которые будут строить храм, что на этом месте должен быть храм. Я им всем это сказала. И архитектору сказала. Он говорит, ну если нам разрешат, если нельзя будет ни одного дуба спилить, тогда можем. А так мы не сможем. Вы знаете, стал он размеривать место, вымеривать места. И вот такие два пятачка оказались, что для храма как раз место ни одного дуба не спилено. И для крестилки ни одного дуба не спилишь. И когда он подал это вот, значит, свое прошение, я сказала, чтобы мы ни одного дуба не спилим. И нам разрешили. И на этом месте был построен храм. Видите, как чудесно вот это вот. И в честь, храм в честь Матери Божией Казанской. Сначала был построен маленький крестильный храм, где и стали совершать богослужения. Тем временем возводился большой храм. Строительство шло на протяжении шести лет. Строили всем миром на народные деньги. Верующие собирали пожертвования по окрестным селам и деревням. В общем, Владимир пришел к нам. У нас было 15 тысяч на книжки. И был цемент. Были струи материалы какие-то. Не скола труда. Он все увидел и услышал. И вы знаете, вот теперь все подъемные экраны. Тогда все вручную. Помнишь? А я вот крепко уже как возводили этот, где твой и Вася Медведев. Наверху вот колокольник это делал. Ну-ка мы завязывали в ведры цемент и подавали туда. На веревках. Теперь нету этого. А тогда и бруски. Это вот помнишь, что стягивали им туда. А нет, это два деда. О-о-о, командовали. Так, а глядите, сейчас убьем вас тут. Оторвется ведро или что? Струи уходили. Мой муж старший небес. Да, да, вот и тот с ним. Все помогал. Все строил. Копейки не было у меня. Когда уходил, я говорю, молодец, это теперь все хочу. В 1996 году Казанский храм был построен. Чен великого освящения совершил архиепископ Брянский-Есевский Мюхи Седек. Мюхи Седек. Мюхи Седек. За 30 лет многие, кто помогал в строительстве храма, уже ушли из жизни. Они немало потрудились и вписали свое имя в церковную летопись. Сторожилы Лидия Степановна Полехина и Александра Васильевна Белова, несмотря на свой преклонный возраст, с первых дней продолжает служить в родном храме. Мюхи, ну вот юбилей, это 30 лет, все-таки радость, да? Конечно, вы, ты что? Я даже не верю. Ну-ка, 30 лет прошло, конечно. Ой, храма у нас, Господи, дай батюшкам здоровья нашим. Очень у нас добрые, хорошие, стараются, трудятся и все приводят в порядок. В юбилейный день владыка Александр поздравил Навлинскую общину с 30-летием и поблагодарил за труды настоятеля, протерея Игоря Тараева и прихожан. Я всех вас поздравляю с этим юбилеем, с 30-летием прихода Казанской иконы Божией Матери в Навлин и желаю всем вам духовного здравия, того смирения, которым обладал мытарь евангельский, и о котором мы сегодня слышали из евангельского чтения. Научимся со смирением молиться, не с гордостью, высоко задрав голову, а со смирением. И будем молиться о том, чтобы Господь умножил число прихожан, верующих этого прихода. Я поздравляю вас всех с праздника Воскресения Христова, с 30-летием вашего прихода и желаю процветания этого прихода, а вам, чтобы Господь всегда был с вами. И Матерь Божия покрывала вас своим материнским покровом, храня от всяких болезней, скорбей, напастей и бед. Особо потрудившимся прихожанам храма владыка Александра вручил архиерейские грамоты. Архиерейская грамота вручается Беловой Александре Васильевне. Аксио! На памяти совместной молитвы протеерей Игорь Тараев подарил архипастырю икону Казанской Божьей Матери. Привет, святая Родица, спаси нас! Протеерей Игорь Тараев служит в Казанском храме уже 21 год. С 1997-го диаконом, затем священником в должности клирика храма. С 2012-го настоятелем. В его бытность проведено много ремонтных работ по храму. Сейчас приводится в порядок церковное здание. Летом прошлого года около храма была уложена брусчатка, облагородившая территорию. А батюшку Игорь мы принимали. Он же такой молодой был, такой молодой пришел к нам. Я не знаю, столько лет уже прослужило. Ну, конечно, никогда не нарубил никому. Сточкольный скамблит? Да, сразу. Кончил учиться, его привез Владимир сюда, его приняли. Он труженик наш, великий, великий труженик. Я за его вот молюсь, и каждый год. А я говорю, всем надо молиться за это. Он очень добрый и труженик, и сознатель. В последнее время, да, действительно, храм начал преображаться, и территория украсилась. И вообще-то это место очень живописное в Навле. Этот храм является украшением поселка Навле. И находится он в очень красивом месте. Здесь вот и пруд, и речка, и уточки у нас тут плавают в пруду, их подкармливают, так же, прихожане. И да, это все радует. Это очень радует, что люди стали обращаться к Христу, обращаться к церкви, и какую-то вот и посильную помощь свою, и личным трудом украшать храм. Воскресная школа при храме действует около 11 лет. Мальчики участвуют в богослужении, помогая батюшке в алтаре. Девочки поют на клиросе. Меня привела сюда моя мама. Она как-то была на службе. Потом, ну, и потом спросила, хочу ли я ходить туда, в воскресную школу. Я сказала, ну, хочу походить, посмотреть. Ну, я уже хожу сюда второй год. Ах, а много минула, в той поры веков, на землю раскинула, матерь свой покров. Бедного богатого старца и люца, всех оберегает нас, Богородица. Теперь к другим событиям. На сцене Брянска областной филармонии состоялся показ спектакля «Русский крест». Театральную постановку по мотивам одноименной поэмы брянского поэта Николая Мельникова представил Московский театр «Лад». Артисты впервые показали спектакль на большой брянской сцене. Хотя в нашем городе выступают уже не первый раз. Мы в Гагарине выступали, ну, как бы в рамках фестиваля. Сыграли небольшой кусок, поняли, что надо вести целиком, потому что отклик был очень такой, очень, очень такой теплый. Народу понравилось. Тем более, что Брянщина – это родина Мельникова, тут его хорошо знают. Но мы решили привести целиком. Отец Михаил Макухин позвонил и сказал, что вот есть возможность сыграть в Брянской филармонии. Дал мне контакты замдиректора Сомовой, и мы как-то договорились, все, он посмотрел ссылки, ей понравилось, все, началась работа. Для меня вот любимые сцены вот такие. Я в Щепкинской учречке закончил, я там несколько лет стоял на сцене Малого театра, и для меня вот эти большие сцены, для меня это радость всегда. Театр «Лад» – лига авторской драматургии. Это творческий дуэт Сергея Заркова и Дмитрия Сосова. Сергей – актер и режиссер, художественный руководитель театра. Дмитрий – поэт и композитор. История театра началась с постановки спектакля «Русский крест». Мы вдвоем его замыслили с Сергеем, и вдвоем его реализовали. То есть театр и звук человек. Со временем режиссерский замысел спектакля изменился. Сначала я выступал как стендап. Это были два каких-то таких филармонических бабочках, такие два человека, которые читали под музыку. Ну, я читал как актер Дима. Потом я включился как режиссер. И это уже надо было что-то заменять, что-то сокращать, потому что у Мельникова поэма очень большая, экспозиция огромная. Она, ну, есть законы театра, есть законы кино, по которым нужно эту экспозицию быстрее, ну, как-то в развитии. Вот. И там понятно, что он видоизменился. «Русский крест» – это правдивая и пронзительная поэма о России, о жизни русской глубинки и людях, погибающих без верия, о том, как простой русский мужик Пахарь Иван после разлада в семье и смерти жены потерял смысл жизни и с горя стал пить. Но все изменилось после встречи с Богом. Мы от тебя везде искали. Между прочим, это все село отработали, оторвали. Что ж, скажи, произошло? Иван не стал дается. Крест к забору прислонил, посмотрел в родные лица, никого не пропустил и сказал. Родные люди, знаю вас не первый год, может, кто меня посудит, может, кто-то и поймет. Если чем-то провинился, то, простите, грех бывал, и народу поклонился, и в молчании постоял. Не подумайте, что спьяну я несу какой-то бред. Ведь теперь совсем не стану, вы уж верьте, а ли нет, что случилось с дом словами. Передать я вряд ли не смог. Просто понял, что над нами было, есть и будет Бог. В финале спектакля на сцене появляется макет храма и звучат ключевые слова. Если вам когда случится скид Петровской посещать, вся постройка завершится, будет храм уже стоять. Вы зайдите, не ленитесь, свечку пить и восковых, за Ивану помолитесь. И за всех, за всех других православных наших братьев, кто в родную землю лег. Для молитвы неба хватит, потому что в небе Бог. О чем говорил Мельников? Свой народ собрать народ. Храм, алтарь внутри каждого из нас. Вот о чем писал Мельников. Сам пьющий человек со сложной судьбой, проживший всего 40 лет. То есть, на его, на мой взгляд, это опять мое мнение, счастье, что он встретил старца Илью. Иначе он ему продлил жизнь. Это, на мой взгляд, очевидно. Иначе бы, наверное, он раньше бы ушел. Вот и все. И написал поэму. Вот он, можно уже ничего не делать. Как вот кто-то говорит, он написал одну книгу. Вот он поэму. А у него много всего. Он, насколько я понимаю, писал стихи каждый день. Они у него лились. Ну и не даром народно-артисты Советского Союза, Россия, я не знаю уже чего, Михайлов прекрасно читает. Поставьте памятник деревне. На Красной площади в Москве. Кубанский хор поет. Ну и так далее. Вот, конечно, это тонкая такая тема. Там светские люди думают, что это такая церковная вещь. Очень церковная, сугубо церковная. И она вызывает отторжение. Ничего не вызывает, даже у 12-летних детей. Не вызывает никакого отторжения. И она, как Дима правильно сказал, она такая про нас, про всех. Это, на самом деле, очень грустная поэма. Ребята, получилось сделать ее светлее. Но она посвящена тому народу, который ушел. И только видите, сколько собирается нас в наше брянское кладбище. Сюгубо церковь. Сюгубо на радовницу. Немножко легчает на сердце. Потому что понимаешь, что это память. Память о том народе, который жил, молит, застроил, сеял, пахал. Еще жива у нас. Еще не все забыто. И эта поэма благодаря и стройку звучит вновь. Спасибо вам, ребята. Спектакль пролетел на одном дыхании и не оставил равнодушных. Спектакль очень понравился. Просто замечательно. До дрожжи вышли. И как бы даже уходить не хочется. Ребята молодцы. Настолько вдвоем отыграть спектакль. Это очень тяжело. Молодцы. И все правда. Именно так. История России здесь в одном маленьком произведении сильно показана. Что есть, то есть. И есть над чем задуматься. Я не ожидала. Как-то такого. Думала, ну, сходить как бы так для общего развития. Так, на самом деле, даже за душу взяла. Как-то прямо, не знаю. Я в восторге. Поэму я прочла очень давно. Ну, может быть, 10 лет назад. Не могу точно сказать. Мне очень понравилось. Она просто поразила. И я ксерокопии делала из журнала из этого. И своим знакомым раздавала. Шивала их нитками, раздавала, рекомендовала почитать обязательно. Когда я увидела в кафедральном соборе Афишу, у меня вопрос не стояло, конечно, пойти. Но это действительно какой-то переворот полный. Удивительно одно только, что человек, вот вроде бы как и не священник Меликова был, насколько я знаю, литератор, как глубоко мыслил в то время, когда, ну, так не принято было. Мы ничего этого не знали. Я читала это поэму, не подозревая вообще даже о каких-то таких вещах, как жизнь после смерти. Меня так что-то цепляло, но теперь я уже больше, понимаю, конечно, глубже, по-другому смотрела, но тогда я плакала на взрыв. Сейчас не плачу, но внутри как-то вот горячий душ. Очень оригинальная, современная постановка. Я, например, в таком исполнении еще ни разу не смотрела спектакль. И очень мудрый, добрый. Поучительный. Поучительный. Глубокий. Смысл очень глубокий этого спектакля. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, спасибо, что были с нами. До новых встреч. Да хранит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова